Мошенники продолжают осваивать новые технологии для кражи денег у граждан. Теперь это использование QR-кода. Как известно, некоторые банки предлагают своим клиентам сгенерировать его в мобильном приложении, чтобы снимать наличные или перевозить нужную сумму другому лицу. И вот теперь россияне все чаще принимают телефонные звонки, в ходе которых преступники, представляясь сотрудниками службы безопасности, сообщают о том, что некто пытается украсть деньги со счета. Чтобы этого не произошло, злоумышленники просят представить им QR-код, дабы прервать операцию. В региональном отделении Центробанка отмечают, что пока в Тверской области не было таких прецедентов. Однако жителям Верхневолжья надо быть бдительными. Мы заранее извещаем наших жителей Тверской области, жителей Верхневолжья, для того, чтобы они не попали в такую ситуацию и относились к тому QR-коду, который они могут генерировать в своих приложениях банковских, очень внимательно, не передавая ему никому на сторону. Это является персональными данными, это является поручением банку на перечисление денежных средств, на снятие денежных средств без ввода персонального идентификационного кода, ПИН-кода. Продолжение следует...